Подтеки на стенах, в квартирах и подъезде, извлеченные из потолков люстры, вздувшиеся полы и дверцы шкафов, отключенный лифт. Все это результат капитального ремонта кровли в доме номер 37, корпус 1, расположенного на улице Щорса в Рязани. Начиная с мая этого года, квартира заливала 4 раза. У нас сгорела проводка по всей квартире, по всем 4 комнатам. Сейчас мы ее фрагментарно меняем, платим мы, естественно, за это сами. У нас погибли все эти напольные покрытия, полы все вспучились. Половину ковров мы просто отнесли на помойку, половину мы помыли и сложили в углу. Опять же, заплатили за это сами. Шкафы-то уже их расперло, они теперь не закрываются. Нехитрые конструкции на потолках, выполненные из обычных пластиковых бутылок, теперь заменили люстры. Наполненная водой тара натягивает эластичные потолки таким образом, чтобы вода стекала в центр комнаты, в специально отведенный для этого сосуд. Так Наталья старается предотвратить потопу соседей. Местным жителям удалось выяснить, по каким причинам после капитального ремонта крыши дождевая вода с девятого этажа доходит до четвертого. Подрядчики, которые делали ремонт, что они сделали крышу идеально, но ливневые трубы находятся в плачевном состоянии и они, это не их не входит в проект ремонта. Соответственно, что-то там забилось и проблема уже не ихняя, а управляющая компания. А управляющая компания, соответственно, говорит, что виноваты те, кто делали нам крышу, подрядчики. Они забили ливневые сточные трубы якобы строительным мусором, который они якобы туда сметали в ливневую канализацию. Одна из ливневок работает, другая находится рядом с шахтой лифта. Пробить ее не получилось. Чтобы ее заменить, нужно разобрать кирпичную кладку. Однако проблему на днях здесь решили иначе. К воронке на крышу подвели отдельную ливневку. Теперь вода в этом доме льется прямо из-под крыши. Новая труба торчит из-за душенной технического этажа. Представители подрядчика, как они говорят, из жалости к нам сделали временную ливневку. Она из пластика, она выведена над окнами квартиры. Ну, теперь ждем дождя, чтобы посмотреть, куда потечет внутрь или наружу все-таки. Но Морозов такая ливневка не переживет однозначно. Эта система сделана в виде сифона. Там, где она соединяется с воронкой, получается часть занижена. А там, где выходит в окошко, завышена. И сейчас в ней находится вода. Стоит в уровень, как вот сантехнический сифон. И, соответственно, если это все дело нам не сделают до Морозов, соответственно, там вода эта замерзнет, трубы разорвет. И когда начнет это все таять, а оно будет сразу же таять, все опять потечет к нам в квартиры. Как говорят местные жители, руководитель управляющей компании сейчас в отпуске. И до его появления в доме никто ничего делать не хочет. В то же время жильцы не отчаиваются и продолжают писать во все инстанции и делать акты о залитии. На днях дом в очередной раз должна посетить жилищная инспекция. Еще одна проблема, которая появилась после капитального ремонта крыши, это отключение лифта. К нему теперь попросту не могут проникнуть операторы, обслуживающие его. Я так понял, что в проекте была заложена установка металлического люка, который пресекает проникновение на технический этаж посторонних лиц. И металлической двери выхода на крышу из технического помещения. Жильцы предполагают, что люк для этих целей подрядчики взяли стандартного размера. Однако для этого подъезда он не подходит. Здесь была единая лестница, ведущая из подъезда на технический этаж, а затем на площадку для обслуживания лифта и выхода на крышу. Проникновению на технический этаж препятствовала ранее установленная здесь подходящая по размерам решетка. Но вот этот люк, он не предусматривал наличие этой лестницы на техническом этаже. Поэтому про эту лестницу, часть этой лестницы по уровню люка просто срезали, поставили этот люк, который до конца даже не распахивается, а открывается частично, и под него надо подставлять специальную распорку, которая, того и гляди, может выскочить и создать проблему для здоровья того, кто пытается подняться на технический этаж. Обрезанный кусок лестницы, которая ранее вела к лифту, теперь лежит рядом со входом в его шахту. Забраться на площадку машинного отделения теперь стало под силу только спортивно сложному мужчине. При этом необходимо изрядно потрудиться. 15 июня лифт перестал работать. На его дверях появилось объявление о том, что оборудование отключили в результате того, что доступ в машинное отделение отсутствует. Как и кто будет решать эту проблему, неизвестно. Жильцы дома надеются, что на все их проблемы обратят внимание, после чего найдутся пути их решения.